Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают пробитой головой, она меня напалила чаем, что-то промыла, и я, в общем, может быть, остался жив благодаря этому человеку. Вот там есть такой стенд, где исторические инструменты расположены, и там есть скан старинного документа 1688 года. Оригинал этого документа находится в Вргада, Российский государственный архив древних актов города Москва, и о чем там говорится? Там, собственно, впервые упоминается слово «балалайка». Впервые упоминается слово «балайка». И мы стали пытаться понять, что там произошло, что описано в этом документе, вообще, что это за документ. Называется он примерно так, «Память из Стрелецкого приказа», «Малороссийский приказ», там примерно так называется. Мы думали, что это за приказы какие-то стрелецкие, малороссийские, непонятно. Оказалось, друзьям, что это первое упоминание. Слово «балалайки» связано примерно с такой же историей, как произошла со мной Эларанс Гирьон. Это была какая-то суматошная история, когда два парня, два мужика, один из них с Нижегородской губернии, другой откуда-то с Архангельской, они, значит, ехали по Москве в телеге, у них была «балалайка», они увидели стрельцов, стали петь им какие-то остросатирические песенки. Стрельцам это не понравилось, они повязали мужиков, помутузили их, скрутили, «балалайку» отобрали, привели стрельцкий приказ и окажется, что стрельцкий приказ, это то же самое примерно, что сейчас участок милиции, полиции. То есть они их привели, скрутили и стрельцкий приказ оказался просто протоколом. Вот сводка о том, что были такие-то хулиганы, значит, и с ними, значит, была «балалайка». Викторское ядро вообще всей мануфактуры мы собираем вот этот тоже такой музей, мини-букинистический музей такой у нас сформировался. Это редкая специализированная литература, которая посвящена музыкальным инструментам, производству их истории, созданию и посвящена в целом столярным каким-то работам. И здесь, в частности, мы тоже собираем разные каталоги мировых производителей. Мы специально ездим на международные музыкальные выставки и собираем разные каталоги. Это можно показать? Да, можно, конечно. Вот, например, что у нас такое классное. А, вот здесь вот есть хорошая такая штука, нам очень нравится. Газета, которую нам подарил сам Боб Тейлор. Да, Боб Тейлор, он подарил нам эту газету. Я надеюсь, ее не украли. Вот она. Вот Боб Тейлор, это такой чувак, который делает классные гитары. Американская фирма Тейлор, одни из самых крутейших гитар. И вот они выпускают свой, вот, кстати, он на картинке, вот они выпускают свой такой журнальчик. Это их периодическое издание, внутри компании они распространяют, и по своим партнерам. И здесь рассказано про всякие, про то, как они делают. А главное, самое прикольное, то, что они заботятся о древесине, они пытаются рекультивировать те вот сорта от дерева, которые просто уходят. Уходят, ну, из-за неправильной вырубки, из-за неправильной вырубки. Они зарабатывают деньги, а потом сами вкладываются вот просто в дерево. И, ну, представляете, сколько дерево растет? Оно растет в сотни лет. Особенно, какими-то там, красное дерево, черное дерево. Это потрясающий, конечно, человек. Вот нам подарил такой вот такой свой журнал. Да, библиотека, мы все это копим для того, чтобы просто ребят, которые у нас работают, они тоже смогли подпитаться от этого. Запах древесины передать никак невозможно, но, поверьте, он здесь присутствует. Заходите сюда. На самом деле, балалайка начинается вот здесь вот. Вот здесь вот с таких неотесанных досок, пиломатериалов, как их называют промышленники. И вот, собственно, тут дерево, оно у нас отлеживается, отсушивается или досушивается. Разные пиломатериалы. Вот сейчас я вам что-нибудь покажу такое. Вот, например, одно из самых любимых деревьев. Вот как думаете, что это такое? Вот его можно там тереть, нюхать. Вот как думаете, что это? Вот что это такое? Хочется сказать, что это дуб. Дуб! Нет, это не дуб. Дуб вообще стараются не использовать в музыкальной промышленности. Не очень музыкальное дерево. Плохо звучит? Сосна. Нет, не сосна. Палисандр. Вот чуть-чуть поближе. Но она растет в наших широтах. Не знаю. Расскажи. Это на самом деле груша. Груша? Это груша дичка. Нельзя скушать. Да, эту грушу нельзя скушать, но можно сделать отличную балалайку. Если к нам приезжает доска и у нее, ну скажем там, 8-9 процентов влажности, то мы знаем, что она должна у нас месяцев 6-7 полежать. И тогда она скинет еще пару процентов, и она будет уже 6 процентов влажности. Это уже материал, который можно... А как вы определяете влажность? Влагомер есть. Специально влагомер. Он втыкается прямо в дерево. Какое-то время он там впитывает из него соки и потом показывает влажность. Вот что это за дерево такое? Вам как эксперту. Не стесняйтесь. Не надо смущаться. Вот можно потрогать его. На самом деле вот такой ореховый гриф. Это орех. И это орех, да. Он бывает разный. Фактурный. Вот здесь он с светлыми прожилками. А здесь он вот такой. А это влияет? Вот. Немножко влияет. Стараемся отбирать, конечно, чтобы он был темненький. Чтобы он был темненький. А когда его на готовом инструменте он становится шоколадного цвета. И когда его пилят, он немножко пахнет шоколадкой. Вот. По-настоящему. А еще вот здесь иногда я смотрю просто за метаморхозами, которые происходят. Вот грубые достаточно станки такие. Вот тут пила стоит такая круглая. Вот с такими зубьями жесткими. Такие вот упоры. Все это вот металлическое чугунное. А на выходе получаются вот такие штучки. Маленькие. Маленькие вот такие вот. Изящные. Из чего подставки? Изящные. Вот это, например, это кленовая. Это кленовая. Это подставка для балайки. Подставка под струны. У нее есть обалденное народное название. Вот у нее. Она нам очень нравится. Вот эта штука. Народные музыканты, крестьяне современные, они называют эту вещь кобылка. Кобылка. Потому что она вот такой изогнутой формы. И действительно она немножко кобылит так вот. Кобылка. Очень красивое название. Очень образное. Очень такое русское. И мы его тоже употребляем. То есть в своей терминологии мы немножко нарушаем профессиональную этику. И всегда называем ее кобылкой. И за это на нас иногда профессиональные музыканты смотрятся немножко так с подозрением. С подозрением. Вот. Но нам очень нравится. Потому что это очень старая традиция. И она идет откуда-то из глубины просто. Вот здесь такая, ну если выражаться таким церковным языком, то это такая алтарная часть. Это алтарная часть. Почему? Потому что здесь вот поступают такие заготовки. Вот в таком виде. Вот. Просто в дощечках. В дощечках. Даже не поймешь, что это такое. Вот такая дощечка пошире. Вот они каких-то разных размеров. Тут какие-то странные названия. Номер один, номер два, номер три, клин. 20 штук. Что это написано? Вообще не поймешь. Вот. А потом здесь есть два у нас специальных человека. Один Женя, а другой Дима. И они делают фантастические штуки. Они их начинают, вот эти дощечки. Они их начинают собирать и превращать уже в то, что, ну, уже по виду похоже на балалайку. Вот. Вот само устройство, где крепятся эти заготовки, имеет много разных названий очень прикольных. Профессионально это называется стапель. Вот эта вот штуковина, сама основа. Это стапель. А в народе их иногда называют вертолет. Очень странное название. Или болван. Есть такое тоже крестьянское старое название. Болван. Вот на болване на этом вяжется балалайка. То есть, она не собирается, а именно вяжется. Это тоже такая классическая, старинная терминология. Балалайка вяжется. Вот сейчас, к сожалению, здесь нет такого. Но мы в музее это увидим сегодня, кстати говоря. Мы увидим процесс вязки балалайки. А здесь она уже, ну, почти связанная. И мастер снял с нее всю перемотку. А так она была полностью обмотана вот этими вот резинками. И, соответственно, инструмент весь полностью перетягивается вот такими вот ниточками, резиночками. И он такой весь здесь упакованный. Вот. И, соответственно, вот там это практически кресты. Но это вот стапели, которые используются для разных моделей, для разных инструментов. Вот такая странная, вот такая странная и очень кропотливая вещь. Это очень кропотливая работа. И для нее, ну, не каждый человек подходит, потому что она требует, с одной стороны, постоянства. То есть человек должен работать в очень четком режиме. А с другой стороны, он все должен делать очень, очень аккуратно и очень, очень внимательно. И оказывается, что это качество, оно очень редкое просто-напросто. Вот. Ну, редкое качество в человеке, которое может вот сочетать стабильность и внимательность. А вот, смотри, еще прикольные такие штуки. Прищепочки. Прищепочки. Ими прижимается вот эта вот, вот эта контробечайка. Вот, 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 это, вот это, огиб называют ее. Огиб. И вот для того, что он приклеился, его прижимают такими прищепочками. Выглядит иногда удивительно, потому что в таких инструментах может висеть несколько десятков, и они все такие в прищепках. Это выглядит иногда очень футуристично. В основном мы знаем, что Баалайка это, ну, что это такое? Это три струны, да, вот. Баалайка три струна, я хозяинитель страны, обычно так говорят. Наши гости в музей, которые приходят, они обычно вот так и говорят. Баалайка три струна. А на самом деле бывает такое, что здесь вот больше дырок, вот тут вообще четыре. Немножко они так по-гитарному расположены. А тут вообще просто безумие какое-то, тут шесть штук, шесть дырок. Шесть дырок. Вот многие с недоверием к этому относятся, а оказывается, что, вот оказывается, что нет. В народе очень популярны удвоенные струны, то есть Баалайка остается по-прежнему трехструнной, просто каждая струна удваивается, например, и она становится как мандолина, совершенно верно. Совершенно верно. Она становится практически, и очень-очень похожа, у нее сразу меняется тембр, она немножко напоминает что-то такое мандолинное, что-то такое ирландское слегка. Чуть-чуть вот такой тембр. Он немножко переформатирует сам инструмент и открывает в нем совершенно новые грани фантастические. Вот. Просто за счет того, что удвоенная струна. Тоже старая традиция. Делали ее и на советских фабриках, и в артелях, и в дореволюционных артелях, и просто в кустарных условиях. Так что мы тоже воспроизводим эту модель. Мы забыли с вами коснуться одной важной части. Это дека Боалайки. Дека Боалайки, что это за штука? Это такая основная звукообразующая единица инструмента, основной звукообразующий элемент. От него зависит тембр, от него зависит яркость звука, особенность звуковая палитра и так далее. Вот от того, как тонко настроена верхняя дека, зависит вообще голос инструмента, по сути. И вот здесь я просто хочу показать, как, каким образом это делается. Вот, например, вот эта этажерка. На этой этажерке приклеиваются вот к деке, к верхней. Приклеиваются вот такие штучки, палочки. Их называют очень смешно, пружины. Почему-то пружины, вот, ну, действительно, потому что они пружинят. Они должны как бы пружинить во время игры. И вот для того, чтобы они правильно приклеились, для того, чтобы у них был правильный радиус, который необходим каждой конкретной модели, их прижимают вот такими специальными ламельками. Раньше мы их делали из линеек, кстати. Мы покупали линейки, вот эти вот деревянные линейки, мошга, вот, наверное, все их знают. Резали их и, вот, собственно, делали из них эти прижимы. Вот, а как выглядит дека, которая, ну, почти готова. Вот, собственно говоря, верхняя дека. Вот это то, что скрыто обычно внутри инструмента. Мы видим его вот с этой стороны, а внутри там оказывается вот такая система. Вот здесь это классическая компоновка пружин, Z-образная такая, со средней, скошенной серединой. Используют ее довольно давно. Это такая классическая система, устоявшаяся. Она дает ровный, сбалансированный звук. И вот здесь пружины еще немножко не доделаны. Они приклеены, у них сделали устружку, то есть они уже стали из прямых просто палочек, вот из таких. Их превратили уже в такие, как бы, конусообразные такие дощечки. И у них, им предстоит еще одна процедура. Им мастер скруглит кромки. Это нужно для того, чтобы, ну, опять-таки, ее немножко облегчить, эту пружину, и сделать звук более полетным, более ярким. Им более, как говорят музыканты, тыбристым, они говорят. Вот эти люди, вот эти вот, музыканты, они говорят, что это тембристые инструменты. Это деки из елки. Это елка. Она растет в России. В основном елка хорошая растет в высоких местах, то есть там, где горы. В России это Урал и Кавказ. Вот эта елка, конкретно эта, это, собственно, пред Кавказья. Это Ставропольский край. Вот оттуда мы привозим вот такую елку. Вот тут у нас работают только девчонки. Это называется шлифовальный участок. Почему только девчонки? Потому что ребята не выдерживают просто всего этого. Это сложно именно эмоционально, психологически. То есть, когда у нас приходят ребята, и вот на эту специализацию, то через месяц примерно они сходят с ума. Они начинают бросаться стамесками в нас, начинают хватать нас за грудки. Вот, и говорить, я больше не могу переведите меня куда-нибудь в другой участок. Тут нужно адское просто терпение. Поэтому мы девчонкам с вами очень благодарны. Это кропотливейший труд. Кропотливейший труд. Но зато он приводит к следующему. Пойдемте, я вам покажу. Балалайки, смотрите, балалайки после этого участка превращаются вот в такое. Они просто немножко покрылись пылью, а на самом деле они уже почти готовы. Вот они уже такие блестящие, красивые. Они приобрели свой цвет. Они приобрели свой лоск. И, по сути, у них осталось сделать только периферию, и немножко доделать их по каким-то отдельным деталям. Они уже покрыты лаком, да? Да, они уже покрыты лаком. То есть, сперва их шкурят, а потом покрывают лаком. А потом покрывают лаком. Я тоже могу отступить от наших традиций еще раз. Ну, коль уж вы приехали к нам. И покажу вам совершенно адское место. Адское место, там, где их лакируют. Выглядит жестко, друзья, не пугайтесь. Гоша, ты видел когда-нибудь, как лакируют баллайки? Нет, покажи. Ну, сразу предупреждаю, что это зрелище не для слабонервных. Там, как бы... Два рабочих висят, ребята. Нет, рабочих убрали. Специально... Всех убрали, то есть... Мы же попросили, ребята, уберитесь. Уберитесь. Вот. Не показываем это туристам. Да, кстати, к нам иногда приезжают туристы сюда, на фабрику. И мы вот ходим и рассказываем такие же байки, но не показываем вот то, что происходит там. Вот. Так, соберитесь. Соберитесь. Варю, соберитесь. Прошу вас. Проходите за мной. Вот пол. Весь улит. Все улита. Вот здесь тоже страшно. Бутылки со странными смесями. Здесь ящик. Там вообще непонятно, что. Надписи, банки, краски. Краски. Но самое главное, это вот это вот. Это баллайки. Только вчера их палачили. Вот это загрунтовали, а вот это палачили. Есть две процедуры. Одна грунтовка, другая. Это грунтовка. Это первый слой. То есть она более матовая такая, да? Более матовая, да. Сергей, вы можете рассказать как раз об основных операциях и о том, что он делает. И даже покажет вам. Данная операция, как Маша сказала, называется скубровка. Это очень тонкая работа. На деку, это ель, приклеиваются пружины. На данную модель две пружины приклеиваются. И здесь важно их правильно настроить. То есть от того, как будут отструганы пружины, будет зависеть, как будет звучать. Не меняется. Скубровка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...